В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Человек-легенда. 90 лет исполнилось Анатолию Ивановичу Герасимову. Молодые профессионалы. Студенты Саровского техникума победили на WorldSkills Russia. Реликвии вековой давности. Образцовый коллектив «Краса России» стал лауреатом Всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Строгий карантин власти Великобритании ввели в некоторых регионах страны с 20 декабря. В Соединенном Королевстве ученые вывели новый штамм коронавируса. Он на 70% заразнее прежних. Однако исследований о том, насколько тяжело протекает болезнь и с какой вероятностью приводит к летальному исходу, пока нет. Согласно постановлению, закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Людям рекомендовали находиться дома. Ограничения ввели как минимум на две недели. Более 20 стран приостановили полеты в Лондон. Сальвадор запретил въезд в страну всем, кто летал через Великобританию или ЮАР. Или находился в одной из этих двух стран в течение последних 30 дней. Саудовская Аравия полностью прекратила авиасообщение со всеми странами. Закрыла сухопутные границы и морские порты. С начала эпидемии общее количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 77 миллионов человек. Выздоровели почти 54 миллиона пациентов. В России впервые с 6 декабря количество заражений коронавирусом за сутки перевалило за 29 тысяч. За сутки зарегистрировали 29 тысяч 350 случаев заболевания COVID-19. 501 факт заражения зафиксировали в Нижегородской области. В Сарове за сутки коронавирусом заболели 165 горожан. 21 декабря отметил свой день рождения Анатолий Герасимов. Ему исполнилось 90 лет. Анатолий Иванович внес значительный вклад в строительство Саровой и промышленных сооружений ядерного центра. По совместительству преподавал в Саровском политехникуме. Руководил лабораторией ядерной физики в МИФИ. На пенсию Анатолий Иванович ушел в 80 лет. С юбилеем ветераны поздравили депутаты и представители общественных организаций. Звери, рыбы и причудливые сказочные существа. Семь лет назад Анатолий Герасимов увидел в корне упавшего дерева форму животного. Так он увлекся необычным способом работы с деревом – коренопластикой. Из переплетенных корней и веточек деревьев он создает настоящие шедевры. Это кропотливый процесс. На создание скульптуры может уйти от двух до пяти месяцев. Это действительно поделки, связанные с тем, что есть свободное время сейчас от работы. Поэтому занимаюсь вот этими делами. Раньше свободное время для Анатолия Ивановича было непозволительной роскошью. Каждую свободную минутку он посвящал любимой работе, науке и общественной жизни города. Ученый, электрофизик и ускорительщик, кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран атомной энергетики и промышленности. Это далеко не весь послужной список юбиляра. Он много пишет, он печатается в городской газете «Вести». У него есть книги, воспоминания. У него очень много было общения с учеными нашего города. В общем, уникальный человек. Анатолий Герасимов активно занимался наукой и публицистикой. Он автор 280 научных работ и 51 изобретения, 24 из которых внедрены в производство. Также ученый публиковал заметки в журнале «Атом» и газетах «Сарова». 21 декабря Анатолий Иванович отмечает свой 90-летний юбилей. Сегодняшний день для меня останется в памяти, поскольку я прикоснулся к человеку-легенде, к человеку, который прожил столько лет и столько много сделал и для города, и для института. Поздравить юбиляра с праздником пришли представители общественной организации «Дети войны», городского совета ветеранов и депутата городской думы. В России запустили единый реестр малых и средних предприятий получателей поддержки. Ранее органы и организации, которые поддерживают такие предприятия, ввели собственные реестры получателей помощи. Теперь же единый реестр будет размещаться на официальном сайте Налоговой службы России, а поставщики поддержки будут каждый месяц предоставлять сведения о ней. По словам экспертов, это позволит устранить неопределенность перспективы получения тех или иных льгот субъектами МСП. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дистанционный порядок оформления пенсии и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минноэкономразвития. Если по итогам следующего года нововведение покажет свою эффективность, его могут закрепить на постоянной основе, сообщили в министерстве. Инициатива идет в мировом тренде цифровизации, но далеко не все пенсионеры готовы полностью перейти в онлайн-формат. В 2021 году Минздрав планирует внедрение новых сервисов с искусственным интеллектом, которые будут помогать медикам в принятии врачебных решений. По словам экспертов, искусственный интеллект сможет быть полезным при постановке диагноза и выборе для него подходящего лечения, предоставив врачу третье мнение. Он проанализирует всю имеющуюся медицинскую информацию о конкретном заболевании у каждого отдельного пациента, подскажет специалисту, какие методы лечения и препараты были наиболее эффективны за всю историю врачебной практики в аналогичных ситуациях. Екатерина Староверова, воспитанница детской музыкальной школы, по результатам фестиваля «Новые имена» стала стипендиатом губернатора Нижегородской области. В конкурсе приняли участие ребята со всей Нижегородской области. По специальностям сольное инструментальное исполнительство и изобразительное искусство подали более ста заявок. Десять лучших участников были отмечены стипендии губернатора Нижегородской области, еще десять юных талантов – стипендии администрации Нижнего Новгорода. Штраф не оплатил и снова сел пьяным за руль. Саровские автоинспекторы задержали мужчину, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав Саровчанина уже лишали в мае прошлого года. Тогда же назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовное наказание. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Не обеспечил безопасность дорожного движения и скрылся с места ДТП. Звучит зловеще. На самом деле серьезно никто не пострадал. Водитель двигался задним ходом, чтобы подъехать к крыльцу магазина. А в это время по тротуару шел пенсионер. В результате ДТП дедушка получил ушибы и ссадины лица и руки. Водитель заметил упавшего мужчину и помог ему, а затем уехал. Вышел, дедушку отряхнул, помог ему подняться, отвел его к месту его проживания домой и уехал. Во-первых, он должен был сообщить нам, потому как здесь телесные упреждения явно указывали на то, что дедушке полагается медицинская помощь. Потому что если у него нет телефона, не было у него возможности позвонить, он мог обратиться к прохожим. Если уж у прохожих на тот момент не оказалось, то он должен был сам, дедушку, доставить в приемный покой. О ДТП сотрудники ГАИ узнали от врачей на следующий день после происшествия, когда пенсионер обратился к ним за медицинской помощью. Водителей искали три дня и нашли. На него был составлен протокол административный за то, что он двигался задним ходом по тротуару, не убивался в безопасности выполняемого маневра, что запрещено категорически. По части 2 ст. 19.15 Кодекса об административных правонарушениях виновному лицу был назначен административный штраф в размере 2000 рублей. И, соответственно, протокол по части 2 ст. 12.27. Это уже за то, что не сообщило ДТП и скрылся с мест аварии. Еще одного нарушителя дорожного движения полицейские преследовали по улицам города. Водитель решил, что сможет скрыться от сотрудников ГАИ и избежать ответственности. Не получилось. За рулем находился несовершеннолетний юноша. К тому же в алкогольном опьянении. Водительские права ему не положены по возрасту. Кроме того, при задержании данный водитель оказал неповедавение сотрудникам полиции. И на него был еще составлен протокол по части 1 ст. 19.3 Административного кодекса. Материалы по нарушению передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. А горе водителю придется заплатить штраф в несколько десятков тысяч рублей. Студенты Саровского политехнического техникума стали победителями 7-го регионального чемпионата молодые профессионалы Нижегородской области. Соревнования проводились по 42 компетенциям. В итоге Дмитрий Романцов занял первое место в компетенции электромонтаж. А Дмитрий Чепегин взял бронзу в направлении обработка листового металла. Подробности смотрите далее. С каждым годом в России растет престиж рабочих специальностей. После провала 90-х и начала 2000-х, когда поддавшись духу времени, выпускники штурмовали эконом и юрфаки, сегодня все больше юношей и девушек делает выбор в пользу среднего профессионального образования. В конце концов, человека кормит не красивая корочка в кармане, а востребованная специальность и мастерство. Первую можно получить в политехническом техникуме имени Музрукова. Доказать вторую на конкурсе профессионального мастерства. Как это сделал студент Саровского политеха Дмитрий Романцов. В компетенции электромонтаж он представил на СУЖУРИ комплексную установку из несущих систем, проводящих магистралей, силового щита и осветительных элементов. Тут совмещены очень много элементов, которые должен уметь делать электромонтажник. Это и подключение синхронных двигателей, и осветительные приборы, и кнопки и посты управления, и также розетки стационарные, и как раз-таки встроенные в кабель-канал, которые должен уметь делать каждый. Все работы от начала и до конца Дмитрий выполнял сам. Собирал, подключал и даже программировал. Да-да, вы не ослышались, сегодня технологии развиваются семимильными шагами. И это неизбежно докладывает свой отпечаток на требования к подготовке будущих специалистов. Электромонтажник сейчас должен обладать очень, так скажем, широким спектром своих возможностей, знаний, умений, навыков. Не просто сборкой, не просто каким-то ремонтом, например, электрооборудованием, но и, соответственно, производить какую-то автоматизацию работы. По итогам регионального этапа конкурса Дмитрий Романцов стал лауреатом первой степени. Вошел в состав сборной Нижегородской области и теперь поборется за право выступить на всероссийских состязаниях профессионального мастерства. Еще один студент Саровского политеха Дмитрий Чепегин стал третьим в компетенции обработка листового металла. Перед ним стояла задача разметить, вырезать и сварить с камином ангал. Эти соревнования были сложнее, чем в предыдущем году. В прошлом году я тоже ездил, также занял третье место. Само изделие сложнее, намного больше, чем в прошлом году. В прошлом году был самолет, он примерно вот такого размера. А это изделие, оно под два метра в высоту. В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, что в скором будущем станки заменят людей, которые умеют работать с металлом. Но наставник Дмитрия Игорь Савин уверяет, настоящему профессионалу бояться нечего. Штучный товар, штучный продукт, он всегда собирается с человеком вручную. Ну, все мы прекрасно знаем, какие у нас ракеты летают и в космос, и военного назначения. Они все же собираются. Станок, конечно, он точно сделает, но никогда не надо заменить человек все равно. В Госдуме решили разработать закон о выплатах родителям. С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия». Инициатором выступил депутат Олег Шейн. Он предложил ввести ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Парламентарий привел в пример Францию, где есть подобные выплаты. Там пособия выплачивают на детей с 6 до 18 лет. До 6-летнего возраста француженки оказывают помощь по оплате ясель или няне. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили соровчан, как они относятся к такой инициативе. 86% респондентов поддерживают эту идею. Посчитали неразумным такое предложение 12% участников опроса. Воспитанницы детской школы искусств номер 2 стали призерами второго Всероссийского фестиваля театров моды имени Надежды Ломановой. На конкурсе они представили раритетные русские народные костюмы Нижегородской, Тамбовской и Белгородской областей. По результатам фестиваля соровчанок наградили диплом лауреатов второй степени. В старину русский костюм мог рассказать о своем владельце многое. Раскрыть социальный статус, место проживания, семейное положение и даже возраст. Секреты народного костюма и особенности его пошива изучают воспитанницы отделения дизайна одежды и ткани уже 5 лет. Вот все, что связано с женскими рукоделиями, тем мы и в принципе за 5 лет, которые здесь работаем, занимались. Это было и валяние, мы валяли там какие-то небольшие игрушки. Это было и вышивание девушки, на первых курсах у них были предметы вышивки. Это и народный костюм. Вот наше главное направление – это народный костюм. На базе этого отделения создали образцовый народный творческий коллектив «Краса России». Его участницы уже не впервые пробуют силы во Всероссийском фестивале театров моды имени Надежды Ламановой. И даже дважды побеждали в нем. В очном конкурсе я участвовала на третьем курсе. Тогда я еще только пришла сюда. И сразу как бы попала уже на конкурс. Там было очень интересно, так как много модельеров собирались. И очень было много разных красивых костюмов. И как раз опыт из этого мы и получили. В этом году фестиваль проходил дистанционно. Возрастных ограничений не было, поэтому мастерицы состязались со взрослыми конкурсантами. Девушки подготовили видео «Времен, связующая нить», где продемонстрировали коллекцию русских народных костюмов Нижегородской, Тамбовской и Белгородской области. Вот мы в этом году участвовали в одной номинации. Она называлась «Исторический костюм». И представляли мы костюм, который принадлежит нашей школе, ее коллекции и мне в частности, которому практически сто лет и более. Вот девушки наряжались в этот костюм и показывали композицию. О сроках подачи видео на конкурс коллективу сообщили в последний момент и времени на подготовку практически не было. Хореография показа была экспериментальной, признается участница «Красы России» Яна Гиреева. Это не помешало девушкам достойно выступить на конкурсе. Народный образцовый коллектив стал призером фестиваля и занял второе место. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.